Альянникова Альянникова, она мне прислала. Тут, получается, такая цепочка протелась, она довольно интересная. Давайте быстренько, ну, Антон Валерьевич, вы волшебник. Я раньше о таких возможностях и не мечтал. Так, значит, это самое. Я сейчас вам покажу. Маленький там всего одна минута. Как он называется-то? Ролик, да? Вот, одна минута. Вы поймете, насколько все важно просто. А дальше там письмо будет. Почему яблок нету? Уже опали яблочки? А что у нас осталось для яблок? Внутри яблоко. Ой, вон яблоко. Это Прибалтика, Кремград. А грушки? А грушки, как для яблони. Волшебные. 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 Заметьте, маленькая скелетная прививочка. Хе-хе, здорово, да? Так, ну, теперь ближе к делу. Итак, мы это убираем. Итак, Калининград. Почему я это говорю, сейчас поймете. Вот ее письмо. После просмотра желание написать. Конечно, оно должно быть, а как же. Не думайте, что если на ваших лекциях присутствует не очень много слушателей, то это все, кто хочет вас слушать. Например, у нас на Хуторе безлимитный интернет только ночью. После 24.00. Хутор, где же это? А, Калининград же. Поэтому смотрю вас в записи по частям. Вот. Получается, что не надо ждать целую неделю. Сегодня дослушал. Завтра уже новая серия захватывающего фильма. Отслушайте, понимаете, чем я еще полезен. Вот. И буду тем полезен я народу. Вот. Как говорил Пушкин. Благодаря вам познакомилась с Валентиной Суториной. Тут пойдет такая цепочка. Как бы интригую. Спасибо вам. Мы, оказалось, родные души. Подружились. Ездим к другу в гости. Вот. Когда возможность есть. На связи каждый день. Внимание. Развернуло хозяйство. Все 67 Га еще не освоили с сыном. Но темпа я вам скажу. Представляете. Вот. Вот. Мама с сыном. Ша-чемга. Бедная. Учитывая, что работают вдвоем, никого не привлекают. Заложены сады. Ну, Суторина им раньше. Там есть фильмы. Завели коров, коз, птицу, пчел. Уже пробовал ее сыр и мед. Удивительная женщина. Когда говорю ей, погода плохая, она отвечает. Замечательно. Ты на Камчатке не жила. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так вот, я просто некогда в прямом эфире слушать вас, нашего гуру. Тоже только по ночам. И думаю, таких много. Ну, что, спасибо, утешили. А то, я думаю, уже никто не смотрит. Вы востребован, уверяю вас, даже если не знаете этого. Думал, уже все знают, но лишний раз послушать все равно хочется. Так нет же. Каждый раз что-то новенькое, полезное дается подчеркнуть. У нее всего один га. Вот. Это для меня тоже ого-го. Ели, сосы, грецкие орехи. Ну да, конечно, там сосен не хватало в Калининграде. Вот прямо не могли. Ну ладно. На втором полу-вектаре небольшой огород и сад. Так. Ну, а теперь смотрите. У Бродского взяла с запасом, чтобы на мышей хватило. 500 штук. Больно, уже боялась стратификации. Вот. Моими молитвами взошло, это я понял, без стратификации. Около сотни. Расти по-разному осталось 50. После второй 40. Юрий Васильевич посоветовал абрикоты растить корни собственными. Привалы только те, которые выросли по нескольку экземпляров одного вида. С более дикими привычными признаками. Все черенки ваши. Ааа, поняли? Более развитые подвои. Кстати, вот это пис... Вспоминайте этот фильм, да. Какого хрена считать, что то, что в Сибири не годится для Прибалтики, а то, что в Прибалтике не годится для Сибири. Так. Ладно. Все потом поймете, в чем проблема. Более развитые подвои привалы... Ладно. Весной цвели, но плодов не было. От груши, от ваших черенков уже ели. Очень вкусные. Так. Но опять же, привитые, как положено у земли, еще развиваются. А урожай был, например, как крону. Видите? Оставались верхние кончики черенков. Выбросить было жалко. Я из-за этого все пришло цитирую. Вы понимаете? Вот. Я же, как говорю, нижняя половина, верхняя выбрасывает. А тут, пожалуйста, специально вам это выделил. Выбросить было жалко. Вот. Название не знаю. Верхушки перепутаешь. Но какая разница, если вкусно? Самые большие были на ябре. Ну, что? Вот. Кто такая Людмила Олейникова? Людмила Олейникова, она чего-то добьется. Почему? Ой. Людмила, я вами восхищаюсь. Вот. Я восхищаюсь сутурины. Вот, смотрите. Вот это вот. Потом, когда у вас будет свой экземплярчик. Этого самого. Пожалуйста, посмотрите. Его многие видели. Почему? Потому что здесь речь о сертификации. Здесь я... Ну, немного другом интересно. Я припоминаю, что там я спорил и ругал человека, который меня ночью разбудил, сказал, что я ни хрена не понимаю, что про штамбы деревьев. Ну, ничего. Я сейчас ниже покажу вам эти штамбы. Вот. Я не привык, это самое, пропускать удары. Когда ночью будет, и говорят, меня чуть ли не идиотом называют. Посмотрим. Добрый день. Иркутск. Вот это посмотрите без меня и все поймете. Вот. Не пропускаю ваши вебинары. Спасибо за учебу. Мне проще смотреть не Кать, потому что ваши фильмы я пересмотрел больше ста. Ну, это еще далеко не все. Эти фильмы просто бестселлеры. Но информация по книгам у вас устарела. Внимание, друзья. Вот наши фильмы. Я получила пятьдесят две книги. И одну вы в подарок положили. Северный сад. И оплатила тридцать книг уже будущей записки. Ждем издания. Вот. Для чего вот эта фотография? Дело в том, что у нас одна из тем будет. У меня есть фотография, я их называю раритетная. Вот. Ну, понимаете, что вот это дерево, ветка, ну, согласитесь, что плод, как бы его назвать-то? Ну, незаурядный, да? Согласитесь. Вот. Линейка незаурядная. Если бы я вот так не раскрасил, сейчас бы сто сто пятьдесят питомников говорили бы, это наша линейка, да. Это железо врет, он хочет нашу славу присвоить. Это мы такой плод вырастили. Так вот, у меня много раритетных фотографий, сделанных еще мыльницей. И когда-нибудь я в одном из этих их буду перечислять, тасовать или как, листать и рассказывать. Это, так сказать, анонс одного из будущих этих. И, естественно, что вы будете что-то новое узнавать. Ведь это не просто вот Даша, Тимошкина мама, вот такая была, да. Дитя-дитем. Я тоже был дитя-дитем. У меня тоже как.